Всем привет. Меня зовут Александр Леонов. И сегодня я хотел бы поговорить про уязвимости, про базу уязвимости. Я работаю в компании Тинькофф, занимаюсь там управлением уязвимостями. До этого в Positive Technologies проработал больше шести лет. И у меня есть блог avleonov.com по автоматизации информационной безопасности. Захотите, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и о чем сегодня хотелось бы поговорить? О каких проблемах? Вообще с уязвимостями все довольно плохо. Плохо как с описанием уязвимостей в базах уязвимостей. Плохо с полнотой баз знаний сканеров уязвимостей. Плохо с методами детектирования уязвимостей, которые в сканерах реализованы. И вообще с процессами управления уязвимостями тоже все не очень хорошо. Ну вот об этом и поговорим. Ну и начать надо, наверное, с того, собственно, какие базы уязвимостей бывают. Я попытался их классифицировать. Основной классифицирующий признак, который я придумал, это вот бывают базы индивидуальных уязвимостей, в которых один идентификатор, одна уязвимость. И они пытаются покрыть все, все уязвимости, которые вообще бывают. А другие – это бюллетени безопасности. Вот они покрывают уязвимости в каком-то конкретном продукте. И там обычно они отталкиваются от патчей. Один патч покрывает множество уязвимостей. И такая у меня большая картинка получилась. По всем-всем-всем базам уязвимостей. Ну не по всем, которые я вспомнил. С одной стороны у нас получается база индивидуальных уязвимостей, основная из которых – это National Vulnerability Database. Ну и всякие там китайские, японские базы, которые как-то вот то ли производные, то ли не совсем. А с другой стороны у нас получается, собственно, бюллетени безопасности, например, Red Hat. А посередине у нас получается базы уязвимостей, в которых особо не критично, есть дубль или нет. Вот это базы уязвимостей агрегаторов, сканеров уязвимостей, базы контент безопасности, типа овала или то же самое OpenWAS-овские NVT-шки. Это тоже, можно сказать, контент безопасности. Ну и наша стековская база уязвимостей, она тоже такая. Там есть индивидуальные уязвимости и бюллетени тоже. Ну и вообще, чем эти базы индивидуальных уязвимостей отличаются? Вот уязвимость – это та же самая бага. Понять, насколько она критична, это не всегда просто. И мы можем брать большее количество уязвимостей, но у нас будет какое-то замусоривание в базе. А можем брать только критичные, и тогда, скорее всего, мы какие-то уязвимости пропустим, у нас будет неполное покрытие. Ну вот они примерно тем и отличаются. Но, к счастью, для нас, основная база уязвимостей – это National Vulnerability Database, НИСТовская. Основной идентификатор уязвимости – это CVE. И как, собственно, он образуется? Либо исследователь, либо сам вендор обращается в МИТР, когда находит уязвимость, говорит, я уязвимость нашел. Они ему дают CVE-шный идентификатор, и этот идентификатор уже используется для референсов во всех остальных базах. Ну, то есть и в NVD, и в базах сплойтов, и в каких-то медийных ресурсах, чтобы было понятно, что мы об одной и той же уязвимости говорим. И как понять вообще, какая уязвимость критичная, а какая не очень? Можно использовать данные из самой NVD. О них немножко подальше поговорим. А если нам какие-то нужны сведения об эксплуатабельности, если публичный эксплойт, если какие-то малвари, которые используют эту уязвимость, это придется из внешних источников брать. Ну, вот как описывается уязвимость в NVD? Ну, и там, собственно, заходим на сайт, видим же мы идентификатор, описание, CVSS, base core и там вектор. Видим ссылки, описание ссылок, CVE, это тип, собственно, уязвимости, и CPE, то есть уязвимая платформа. Ну, какие проблемы с ними существуют? CVSS – отличная тема, которая как бы в формальном виде представляет, описывает, что у нас за уязвимость. Ну, так как это, по сути, заполнение опросника, опросник заполняет человек, штуковина довольно субъективная. Кто как заполнит, так оно и будет. И на самом деле у нас доступно только base core и base vector, то есть в NVD, собственно, содержится. А все остальное, и temporal, и environmental, нам нужно каким-то образом самим высчитывать или откуда-то брать. CWE, weakness, то есть weakness enumerator, то есть по сути лейбл, который показывает, какой тип это уязвимость у нас. Идея отличная, но реализация довольно странная. То есть для третьей уязвимостей цвешных этого лейбла не проставлено. А для тех, где проставлено, там проставлено не такие какие-то критичные лейбы, которые указывают на инъекцию. На самом деле там чаще всего используется что-нибудь типа буфера workflow. И на практике мы получаем, что видим, в описании уязвимости написано remote code execution, а в описании уязвимости заглядываем, в CWE заглядываем и видим input validation. То есть чисто заточившись на вот эти CWE идентификаторы, нельзя сказать, уязвимость критична или нет. Не всегда понятно, как ее эксплуатировать. Проще уже тогда начинать описание, парсить каким-то образом. CPE. Перечень уязвимых софтов. С одной стороны, прикольно, видишь сразу, какие софты у тебя уязвимы. Но если этот идентификатор правильно проставлен, потому что есть некоторые цвешки, для которых написано, что уязвимые софты всех версий до второго предшествия. Естественно, это неправильно. И если автоматически затачиваться на эти данные, могут быть некоторые проблемы. Вообще, если построить картину по софтам и вендорам, для которых больше всего CWE заведено, хочется спросить вообще, а она что-нибудь показывает или нет? Несмотря на то, что я эту графику построил. На самом деле не особо она что-то показывает. Это по продуктам, а вот это по вендорам. Потому что большое количество цвешек может быть от того, что действительно плохой продукт, дырявый, там постоянно уязвимость находят. А может быть потому, что он просто популярный продукт, его чаще всего изучают, потому что он важный какой-то. А может быть просто вендор такой ответственный, и он старается все-все-все уязвимости заводить. То есть для них CWE-шные идентификаторы заводить. Но на самом деле от вендора многое зависит. Большая часть информации об уязвимостях, она приходит прямо непосредственно от вендора. И вендор часто от этого страдает на самом деле. Вот, например, в прошлом году была прикольная история про Palo Alto. И вот у них была RCE в некоторых версиях Palo Alto, и они на своем сайте написали, вот у нас уязвимые версии до 6, а соответственно патчи будем выпускать для версии PanOS больше 6. Ну вот и написали на своем сайте, и соответственно ссылка на этот сайт есть в CWE-шном идентификаторе. Ну а так как стековская база тоже пополняется из NVD в том числе, и соответственно и в австековской базе это появилось уязвимость. И к чему это привело? К аннулированию сертификатов на PanOS 4. То есть четвертая версия, для которой не выпускался, не будет выпускаться патч, ну соответственно там не будет исправлена уязвимость, по формальным признакам сказали, окей, тогда мы выкидываем из реестра нашего сертифицированного ПО. К чему хотелось бы об этом сказать? Ну с одной стороны это здорово, что очищение от уязвимых продуктов реестра происходит, с другой стороны, а как бы вы узнали об этой уязвимости, если бы не от самого вендора? И на что вы толкаете вендора? Чтобы он предоставлял неполную информацию, искажал как-то данные об уязвимостях? Ну и на самом деле это была такая единоразовая показательная акция, потому что больше сертификат не отзывались ни от кого. И через два месяца все равно бы этот сертификат истек. Давайте теперь перейдем к сканерам. Сканер собственно это та же база уязвимости, плюс детекты, которые написаны самим вендором сканера уязвимости. Ну и в итоге получается у нас такой вот продукт. Вводим таргеты, запускаем сканирование, получаем сырые результаты, потом эти сырые результаты отображаются в виде дашбордов, отчетов и всяких красивостей. Я на примере своего собственного сканера, который я в свободное от работы время пилю, покажу какие способы детектирования есть. Ну самый популярный способ детектирования без авторизации. То есть мы просканировали какой-то сервер, грубо говоря, получили список открытых портов, по этим портам поняли какие сервисы запущены, и по списку этих софтов сервисов, по версиям, узнаем, входят ли они в листы уязвимых сервисов. На той же самой NVD смотрим, какие CVE нам подходят. Проблема в том, что, собственно, версии, которые мы таким образом детектируем, из баннеров по сути вытаскиваем, они не всегда будут правильные. Никто нам не гарантирует, что они будут правильные. В случае backported патчей, скорее всего, они будут неправильные и от этого будут фалсы. Ну, с авторизацией сканировать круче, потому что мы можем, собственно, с хоста вытащить список софтов или пакетов, просто тоже через побюллетение безопасности понять, какие там существуют уязвимости для этих софтов и пакетов. Минусы какие? Нам нужна учетка, которая, собственно, с этой учеткой мы будем ходить на хост, выполнять какие-то команды. Соответственно, мы должны доверять этому софту, который, собственно, будет вытаскивать эти данные, потому что он может как-то повредить работе нашей системы, которую мы таким образом анализируем. Ну, и с точки, когда мы агенты раскатываем, тоже мы должны, получается, доверять агенту, что он ничего плохого не сделает. А тут я хвастаюсь, что у меня сканер работает, у меня есть язык запросов, как с планки, и все хорошо. Самый крутой способ детектирования, это, конечно, попытка эксплуатации уязвимости. Но проблема в том, что, в принципе, такие проверки сложнее писать. Не все уязвимости таким образом можно проверять. Иногда эти проверки могут быть вполне себе опасны и как-то повредить работе. И есть такая точка зрения, что все сканеры вообще детектируют уязвимости одинаково. И что базы знаний у них вообще такие же одинаковые. Но если просто прикинуть, какое количество сумасшедшей уязвимости существует, какое количество сумасшедшей уязвимости в них находится, можно понять, что каждый вендор должен реализовать какое-то дикое количество проверок. Ну и вот просто на практике смотрим базу знаний Несуса, базу знаний OpenVASа. Пересекаем просто по CVE-шкам, узнаем, что тысячи CVE-шных уязвимостей могут быть детектированы только либо OpenVASом, либо только Несусом. Это не только для старых уязвимостей, но и для уязвимостей этого года. Флаги эксплуатабельности. Это тоже отличная фича сканеров уязвимостей. То есть мы видим, что уязвимость, и у нее одно из свойств – есть публичный эксплуат. Но не всегда это тоже адекватная информация, потому что для тех плагинов Несусных, для которых значится, что нету эксплуата, я смог найти эксплуат просто на волнеровской базе, просто по CVE-шкам. Поэтому не особо доверяйте. Проверяйте вручную еще дополнительно. Ну и напоследок давайте немножко о процессе поговорим. Несмотря на то, что сейчас активно всеми вендорами Vulnerability Management внедряется тема Continuous Monitoring, постоянно сканируем, постоянно узнаем, какие у нас уязвимости появляются на периметре внутри нашей сети и быстро-быстро их справляем. На практике процессы получаются несколько иные. То есть, например, Колес выкладывает репорт по поводу того, как детектировался MS-17-010, то есть вонокраевский, то, из-за чего работали криптолокеры в прошлом году. Вонокраев, Петя и Ижи с ними. В общем, идея такая, что количество детектов резко поползло вверх, только когда начались сообщения в СМИ о том, что массовые заражения. Только в этом случае народ начал что-то сканировать. И, как мы видим, вот этот второй горб, патчить он стал еще даже позже. То есть, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но иногда это даже неплохо, потому что... Вот другой случай, вот совсем тоже недавний, meltdown, спектр, в начале года, громкая уязвимость, в процессорах, сразу же, буквально через несколько дней, на второй день, все вендоры говорят, вот вышли патчи, срочно ставьте эти патчи. Собственно, на то они и vulnerability management вендора. Все было хорошо, только буквально через несколько дней мы узнаем, что эти патчи, там, виндовые, которые на Windows 7, собственно, синий экран вызывают. Круто. Еще буквально через несколько дней узнаем, что эти патчи на Ubuntu приводят к тому, что ядро не грузится. Офигеть. То есть, еще буквально через несколько дней мы узнаем, что Intel говорит, не используйте наши патчи, они бажные. Отлично. Но и это еще не все. Еще там через какое-то время мы узнаем, что патчи для Windows 7, которые Microsoft выпустила, они создавали еще более критичную уязвимость, чем, собственно, спектр и meltdown. То есть, возможно, вообще лучше бы ничего не делать, чем, собственно, верить VM-вендорам и, собственно, патчиться оперативно. Ну, во всем случае, в случае Windows 7. Ну, и там совсем недавняя новость, что какие-то старые, условно, процессора, для них не будет выпускаться патчи, потому что Intel не хочет просто. Ну, и в конце, что хотелось бы сказать. Ну, да, вот во всем есть какие-то косяки, не все там достаточно плохо. Что, собственно, делать-то, да? Но в организации без сканера уязвимости все равно никак. Но учитывая, что один сканер уязвимости может находить одно, а другой сканер уязвимости может найти там какие-то другие уязвимости, то, что они детектят, оно не всегда пересекается. Лучше использовать несколько сканеров уязвимостей, несмотря на то, что они достаточно дорогие. И вторая тема, что, ну да, вот вы нашли эти уязвимости, для того, чтобы грамотно их приоритизировать, для того, чтобы грамотно их приоритизировать, нужна информация по сплоитам и малварям. И, скорее всего, она будет внешняя. И, соответственно, вам нужно будет каким-то образом это вот все сопоставлять. И сопоставлять, скорее всего, с помощью внешних каких-то утилит. Серебряной пули нет, придется писать какой-то свой собственный код. Вот чем я, собственно, в компании занимаюсь, и что я вам, собственно, и советую. Не полагаться на серебряные пули и как-то разбираться самим и реализовывать какую-то логику, которая подходит именно для вашей организации. Все. Большое спасибо. Буду рад ответить на вопросы, если время есть. Да, пожалуйста. Сканер пилится. Попробовать можно будет чуть позже. Ваш сканер, он не только, я так понимаю, НВД использует, да? В данный момент НВД. Но на самом деле сопоставление базы назначений, базы взвимости других, не только НВДшных, это такой процесс отдельный. То есть я не знаю какого-то исследования, кто бы реально сопоставлял китайские базы и базу НВД. Ну потому что там на иероглифе все написано непонятно. Но по большей части они совпадают. Вы работаете над этим, я так понимаю. Да, мы работаем над этим. Спасибо. Да, пожалуйста. Привет, спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Вот вы очень много сказали о том, что есть проблема с фиксированием этих уязвимостей в базах. Все это очень плохо, все это очень некрасиво. И я в принципе согласен. Только вот такой вопрос. Собственно говоря, из доклада я понял, что была предложена некая концепция решения этих проблем локально. То есть в какой-то вот компашке. А может быть есть какие-то предложения улучшить категоризацию, критеризацию вот этого всего в общем? Спасибо. Ну, собственно, этим должны заниматься те, кто, собственно, в НИСТе, собственно. Почему в НИСТе там есть не все и почему там есть такие косяки? Ну а со стороны сообщества, наверное, можно НИСТу просто указывать. Вот мы здесь вот нашли какую-то проблему, вот здесь нашли проблему. Ну и как-то их подталкивать в эту сторону. Создать еще одну базу уязвимостей, которая была бы совсем-совсем все, ну можно попробовать, но я особо в это не верю. Надо, короче, работать, собственно, с первоисточником. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.